Возможность ходить, бегать, играть в футбол, настолько привычная для здорового человека, что мы редко задумываемся над тем, как же это здорово и как много дает нам. К сожалению, так повезло не всем людям. Вся жизнь 15-летнего Егора – борьба с тяжелыми недугами. И надеждой, что когда-нибудь он сможет просто встать и пойти. Выписали нас домой после всех больниц только почти в два месяца, а уже конкретно диагноз на МДЦП и гидроцефалию поставили уже в год. После нескольких сложных операций в 7 лет Егор почти встал на ноги. Но счастье оказалось недолгим. После тяжелой болезни мальчик вновь оказался прикован к инвалидному кресту. В 2014 году у нас случилась беда с шунтом. Из-за гидроцефалии мы принесли за два месяца четыре сложных операции. Естественно, ребенок был обессилен, потому что на тот момент он потерял уже 10 килограмм своей массы. Плюс тяжелое состояние, как бы врачи вытаскивали уже его с того света. Слава Богу, вот спасибо им огромное, они помогли. Ну и естественно, мы его не напрягали. Мы стали его восстанавливать чисто уже после этих операций. И получается, немножко ноги спустили. Невзирая на тяжелые болезни и невозможность самостоятельно передвигаться, Егор старается жить полноценной жизнью. Учится дома, проходит программу седьмого класса коррекционной школы. Люблю ходить. Что ты еще любишь? Заниматься на велосипеде. У Егора есть шанс встать на ноги. Для этого нужен специальный велотренажер, который, увы, за счет госбюджета в рамках лечения не предоставляется. Стоит он более 140 тысяч рублей. Купить его семье Егора просто не по силам. Для них это очень большая сумма. По словам врачей, занятия на велотренажере помогут мальчику укрепить мышцы, развить координацию движений и чувство равновесия, а также улучшить кровоснабжение. И появится надежда, что он сделает свой первый шаг.